Весь один ребят с телевизора ночью ставит генералом теле, приходит к нему смотреть полдеремный телевизор. Вот в содержимой маршрутке. Вот, открываешь дверь и продавцы сразу внедряются, чтобы тебе чего-нибудь продать. Этот человек проехал более 30 стран Африки. Пока мы зимовали, он автостопом посетил Мавританию, Гамбию, Гвинею, Мали, Чад, преодолел 900 тысяч километров. Антон Кротов, писатель, москвич, путешествует почти 30 лет. И этому он посвятил 58 книг. Жаркие рассказы об Африке. Как оказался в местной полиции. Как был в местах, где умирают от голода, где нет воды, электричества и опасно быть белым. Более трех часов в Шишковке Антон Кротов говорил не только о себе, но и давал советы барнаульцам, которые собираются в далекие путешествия. Здесь задача была получить практические советы, которые бы нам пригодились в дальнейших путешествиях по Ирану, Пакистану, Синьцзянь-Уйбургскому автономному округу. Вот и этот человек как нельзя лучше знает эти регионы, так как побывал в них не единожды. И вот практические советы, они очень ценны. Узнал много нового для себя и открыл вообще Африку, которую нам никто не покажет так, как те люди, которые там побывали. Если бы не коронавирус, сидел бы я сейчас на Амазонке, плыл бы на корабле, ходил бы там по Антам, ездил бы по всяким Аргентинам. А тут я у вас в Барнауле оказался. Все планы сдвинул на год, просто автоматически. Все планы свои сдвинул на год. Все, что было, чисто автоматический перенос на год. Привалтика на следующий год, Исландия на следующий год, Южноамерика на следующую зиму и так далее. Все сдвинуто на следующий год. Сбудутся ли планы Антона Кротова, покажет поведение коронавируса. Но несмотря на пандемию, за несколько месяцев мужчина посетил с лекциями уже более 30 городов России. Сегодня вечером Антон в Томске, а уже завтра неуловимый путешественник будет в Кемерове. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День с толком.